У дверей встречают юноши во фраках, в вестибюле играет дама на рояле. С самого порога Дом культуры дает понять, что сегодня здесь большой праздник, причем его личный праздник. Дому народного творчества 100 лет. Именинник по такому солидному случаю угощает сладостями и напитками всех, кто пришел поздравить. Многие сделали это уже одним своим видом – нарядными вечерними платьями. Запечатлеть красоту и исторический момент можно было в специальной фотозоне, куда с удовольствием направлялись гости вечера. Зритель у нас один и тот же все время. Город маленький. Зритель у нас избалован, потому что в отпуск все выезжают, посещают всевозможные шоу, концерты, видят очень много интересных мероприятий. И рассуждать таким образом, что они ничего не видели, ну как бы так нельзя. Они видели очень много. И поэтому нам приходится все время что-то выдумывать, придумывать. Светский раут был аперитивом перед основным пиршеством. Торжество развернулось на главной сцене Дома культуры. Причем началось оно буквально из зрительного зала. Группа танцовщиц появилась неожиданно и проследовала между гостями. Приятные сюрпризы в этот вечер ждали не только зрителей, но и самого юбиляра. Окружное правительство подарило миллион рублей на улучшение материальной базы. А панорама «Анадри» от мэра города теперь будет украшать стены ДК. Все, кто в них трудится, со сцены получили благодарность или почетную грамоту. Отдельно выделили творческие семьи. В Доме культуры таких несколько. Мой папа здесь начинал работать как режиссер. Я сюда пришла, но тогда я начала заниматься танцевальным коллективом, а позже уже вокальным. В студию поступила под руководством Нины Гирич. Теперь детей своих привела. В Доме культуры бывает и так, что мама танцует, а дочка поет. Занимаются в творческих коллективах и выступают на сцене сегодня родители и дети, а порой братья и сестры. Я практически всегда, каждый день хожу. Мне здесь нравится. Ну, как бы я пою, и моя мама радуется за меня. Вот моя сестренка хочет стать певицей. Может, я тоже стану. Звездочки и творческие созвездия. В этот вечер ярко светили со сцены. Изюминкой вечера стало не только сквозное хореографическое оформление, но также вокальное и танцевальное папури. Это наш первый концерт. Я, конечно, очень волновалась. Но оказалось, что вот вышли на сцену дети, и вообще все прекрасно. Собрались, станцевали улыбки, счастье. Улыбок и теплых слов в адрес юбиляра было не перечесть. В маленьком северном городе такой дом становится центром культурной жизни и досуга, а для кого-то и частью личной истории. Мы строили здесь, помогали. Я даже участвовала. Отопление здесь делали мы в том, в старом доме. Сюда мы ходили, тут кружки были, мы ходили на вязание сюда, все это было. А потом, вот видите, все время я хожу сюда, мне очень нравится. ДК, конечно, все цветет и лучше. Все замечательно и красиво. Замечательные программы, замечательные актеры, актрисы. Вообще было здорово. У такого почтенного возраста Дома культуры молодой руководитель, который приветствует новые идеи. Возможно, скоро здесь появится совместное занятие танцами мам и маленьких детей. Конечно, нам хочется сделать Дом культуры лучше, ярче, чтобы он радовал людей, чтобы люди сюда приходили с удовольствием, приводили своих детей, своих мам, пап, чтобы это был открытый дом для всех. Выступлениями поздравили юбиляра коллеги по творческому цеху. Дом детского творчества, школа искусств, вокальная студия праздника, ансамбль «Рдерон». Номера нашлись на вкус каждого зрителя. А это и был главный подарок празднику. Дом народного творчества в нашем городе есть. Анастасия Веденеева, Арсений Гусев, Александр Кузьминов. Служба информации.